друзья всем привет сегодня мы обсудим последние новости которые появились буквально вчера и очень активно распространяются во многих telegram каналах эта новость о том что сша готовит законопроект о блокировке криптовалют для россиян и в этом ролике мы с вами обсудим может ли такой сценарий случиться с нами в ближайшее время и что нам делать в этом случае как нам обезопасить свои криптоактивы от будущих потерь поэтому давайте не терять время сразу перейдем к делу и снова по традиции ребята попрошу вас подписаться на мой телеграм-канал инвестиции с умом на этом канале я даю качественную информацию по предстоящим таким целом airdrop и launchpad а также пишу все свои сделки по своему долгосрочному портфелю какие монеты я покупаю и продаю для того чтобы заработать поэтому если вы хотите быть в курсе последних новостей если вы хотите держать руку на пульсе обязательно на мой телеграм-канал подпишитесь ссылка будет в описании под видео итак друзья давайте начнем с того что буквально неделю назад начали появляться такие новости о том что в сша лишь рассматривать законопроект о блокировке криптовалют в россии если мы почитаем более подробно то вот здесь прописано что некоторые сенаторы предложили к рассмотрению закон в котором можно будет блокировать попытки российских физических и юридических лиц обойти санкции с и сша если мы почитаем другие новости которые также выходили в начале марта вот здесь конкретно прописано что администрация президента джо байдена просила криптовалютной бирже помочь предотвратить используя цифровых валют и если все эти новости которые выходили раньше это были лишь попытки или предложения от сенаторов которые хотели увеличить количество санкций на россию то буквально вчера уже начали появляться такие новости о том что в сша этот законопроект уже готов к работе и в скором времени он вступит в силу и если мы здесь почитаем последнюю информацию то тут конкретно прописано что сша снова просит крипто бирже работающие в сша не проводить транзакции которые тем или иным образом принадлежат россиянам и можно сказать что да это слухи это новости которые еще никак не подтверждены но тем не менее ребята эта новость вышла ночью 17 марта и уже днем 17 марта наш центральный банк российской федерации оперативно включил сбербанк в криптореестр по которому сбербанк может создавать свою собственную криптовалюту и совершать по ней сделки и для себя я делаю определенный вывод что скорее всего наши власти также следят за этой ситуацией и они допускают такой момент что возможно крипто движение который сейчас происходит по всему миру могут быть отрезанная от россии и у нас будет своего рода локальный внутренний рынок криптовалют и как раз таки сбербанк будет выполнять эту функцию и у многих конечно сейчас возникает самый главный вопрос что нам делать такой ситуации как спасти наши криптоактивы понятное дело политика политикой но все эти разборки могут очень сильно ударит по нашему бюджету и если мы ребята почитаем последние новости то заметим что как раз таки сша является по большей части главным инициатором всех российских санкций и блокировок и первый шаг на который мы должны обратить внимание это обходить компании которые работают юрисдикции сша я как раз таки ребята нашел такую статью в котором показан список американских бирж криптовалют и первый шаг который мы должны с вами сделать это выйти и вывести все свои активы с этих площадок которые здесь представлены списке ссылку на этот сайт я оставлю в описании под видео так что можете провалиться и конкретно более-менее посмотреть это ребята касается американских бирж но если мы здесь посмотрим по списку помимо того что американские бирже входит зону риска также в зону риска входит такие биржи которые работают юрисдикции кореи если мы почитаем последние новости например те же самые биржи abit flybit corbit и так далее уже заблокировали доступ для россиян поэтому он корейские биржи мы также отходим стороной то же самое можно сказать про белорусские биржи они конечно являются нашими партнерами но под давлением санкции так или иначе может закончиться ликвидность и мы не сможем вывести свои крипто активы это как зона риска то же самое касается украинских бирж те же самые к мол обиде си альфа и так далее все они входят в зону риска поэтому россиянам на этих биржах лучше свои кабинеты не держать на какие бирже лучше сейчас обратить свое внимание на которых более или менее сейчас безопасно работать я бы для себя выделил три биржи первой бирже это хобби глобал вторая биржа это биржа окикс который сейчас называется окиси и на третьем месте я бы поставил бинанс что касается этих бирж что они являются китайскими например если мы посмотрим по хобби то она основана в пекине сейчас базируется сингапуре если мы посмотрим по окикс то она переехала в мальту из-за жестких ограничений и так или иначе можно сказать что эта биржа китайская что касается биржи бинанс она также является китайской но тем не менее если мы посмотрим по истории развития эта компания старается работать в американской юрисдикции и старается следовать американским правилам и если мы почитаем последние новости бинанс уже прекратил вот и вывод на российские карты и конечно мы для себя понимаем что если сша надавит или попросит бинар с тем или иным образом урезать функции для россиян то бинанс скорее всего на это пойдет потому что если мы почитаем последние новости буквально вчера в телеграмме начали распространяться вот такие вещи в котором говорится о том что на пи-ту-пи площадке биржи бинанс уже могут быть ближайшее время исключены такие банки как сбербанк газпром альфа открытие и даже тинькофф конечно вся эта информация пока не подтверждена я на пи-ту-пи спокойно заходил и менял деньги на тинькофф и на сбербанк никаких проблем с этим нет но тем ни менее дыма без огня не бывает поэтому вы должны быть к этому готовы это все основные риски что касаемо конкретно бирже бинанс второй момент ребята на что мы должны обратить внимание это помимо того что мы должны уйти с американских бирж мы должны посмотреть какие есть дочерние компании у этих бирж я о чем говорю вот если вы посмотрите на биржу coinbase то она является соучредителем такой компании как циркл циркл является компанией которая выпускает стейблкоины usdc и как мы для себя понимаем что если coinbase уже заблокировал 25 тысяч российских пользователей то компания usdc также может последовать этому примеру и заблокировать стейблкоины которые сейчас лежат на ваших кошельках то же самое ребята касается компании тезер который выпускает монеты usdt тезер является американской компанией и уже были случаи когда она блокировала адреса своих кошельков у различного рода мошенников и хакеров поэтому если сша попросит компанию тезер заблокировать стейблкоины которые лежат на счетах россиян хотя это технически трудновыполнимая задача но тем не менее они на это пойдут я ребята насчет стейблкоинов подробно рассказывал в этом видео прям назвал в каких стейблах лучше держать свои деньги и если вы не знаете в каких стейблкоинах лучше сохранить свои активы то обязательно посмотрите вот это видео и вот это как безопасно сохранять и зарабатывать на своих стейблкоинах помимо того что вы можете держать стейблкоины на своих холодных кошельках очень важно на каком блокчейне и на каких сетях вы их держите это очень важный момент поэтому ребята посмотрите еще раз повторюсь ссылку на этот сайт я оставлю внизу вы можете в каждую конкретную биржу провалиться и посмотреть какие у этой бирже есть дочерние компании кошельки платформы сервисы для того чтобы вам избежать контакта с ними поэтому для себя вот этот момент конечно обязательно изучите следующий момент на который также нужно обратить внимание ребята это где хранить свои криптоактивы в идеальном варианте лучше конечно все свои средства держать на холодных кошельках типа леджера с их пола или трезера и это я говорю только потому что относительно недавно от метамаска вышли такие новости в котором они сообщили что готовы блокировать пользователей и санкционных юрисдикций и мы для себя понимаю что метамаск уже входит потенциальную зону риска и конечно большие суммы на эти кошельках лучше не держать что касается холодных кошельков то нужно обязательно конечно посмотреть а в каких странах они работают например по тому же леджеру можно сказать что это французская компания штаб-квартира у них находится во франции понятное дело что это тоже евросоюз это же санкции но это хотя бы не такая прямая угроза которая сейчас исходит от сша и что касается других кошельков сей пол и трезер ребята также нужно посмотреть но наперед могу сказать что даже если леджер решит заблокировать свой интерфейс обновления для российских пользователей это для нас ровным счетом ничего не значит потому что даже если мы потеряем доступ к интерфейсу леджера мы сможем по-любому по сифразе восстановить доступ к своим монетам об этом я подробно рассказывал своим телеграм-канале поэтому если вы хотите понять как это работать можете мой телеграм-канал зайти я там голосовое сообщение на 4 минуты отправлял и рассказывал почему эта проблема для нас не так страшно ну и наконец ребята последний момент ответ на вопрос этого видео может ли сша тотально запретить все криптовалюты на территории россии ответ на этот вопрос и да и нет нужно на самом деле смотреть по каждой монете отдельно если мы посмотрим ребята по рынку то сейчас на рынке очень много централизованных монет компании которых находится на территории сша и подчиняются местным законам из этого мы можем сделать вывод что например такие монеты как и из детей и здесь и или например та же самая монета ripple находится в большей зоне риска только потому что сша может надавить и компании этих монет могут тем или иным образом нам как-то помешать работать с нашими монетами и кошельками но с другой стороны можно сказать что на рынке также очень много децентрализованных монет по которым не дотягивается рука отдельных стран или отдельных структур и я конкретно говорю про такие монеты как bitcoin и эфириум эти две монеты по-настоящему являются децентрализованными и если они у вас хранятся на собственном блокчейне на холодном кошельке то можно сказать что они находятся в относительной безопасности также ребята если и мы говорим про стейбл коины то основную часть своих средств именно в стейблах я держу в монетах уст и монета дай который сейчас находится на 19 месте рейтинга поэтому я и ребята снимал такое видео в которых рассказывал в каких стейбл коинах я держу свои средства только потому что они относительно децентрализованы поэтому ребята если мы говорим конкретно про криптовалюты то нужно конкретно провалиться в каждую компанию и посмотреть как сильно они подвержены влиянию каких-либо структур или отдельных стран это ребята очень важный момент ну и в заключении хотелось бы сказать что лично мне не особо верится что все до этого дойдет что компания массово начнут закрывать счета россиян потому что это большая политика и сейчас может случиться такой момент что просто будут определенные угрозы определенные рычаги давления и все закончится миром я надеюсь все до этого как раз таки и дойдет но в любом случае конечно мы должны допускать и самый негативный сценарий развития рынка поэтому нужно подготовиться и выполнить определенные шаги которые я рассказывал видео очередной раз повторяю что у нас очень много маневров как мы можем избежать различных блокировок и санкций поэтому все будет нормально работаем дальше и зарабатываем всем до новых встреч надеюсь эта информация была вам полезна пока пока также ребята хотел сказать что мы создали свой крипто канал по сигналам который называется крипто фрэнс на этом канале мы даем сигналы на спотовом рынке биржи бинанс где в течение дня покупаем и продаем криптовалюту и на этом зарабатываем свои 5 10 15 процентов в день поэтому если вам эта тема интересна я внизу оставлю ссылку на нашего менеджера который занимается этим продуктом и она вам подробно расскажет все нюансы и условия вступления в этот канал это наш продукт который мы разработали относительно недавно также ребята хотел сразу сказать о нашем втором продукте который называется криптовалюта для чайников это обучающий курс который предназначен как раз таки для людей которые хотят освоиться на этом рынке и начать на этом рынке зарабатывать здесь 12 видео уроков 4 модуля обучения и закрыт чат для учеников этого курса поэтому ссылку на этот курс я также оставлю в описании под этим видео проходите обучайтесь и задавайте вопросы это также наш второй продукт который мы разработали всем до новых встреч пока пока